Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу показать вам свою еженедельную уборку. Я уже говорила как-то в предыдущих видео, что у меня нет какого-то одного конкретного дня, который я выделяла бы и занималась глобальной уборкой. Для меня это сложно, мне легче распределить как-то более-менее равномерно по неделе все дела и понемножечку их делать каждый день. Но есть один день, это пятница, когда я стараюсь навести по максимуму порядок в доме, потому что выходные мы довольно много времени дома проводим, и естественно хочется проводить его в чистоте, порядке и уюте, чтобы нам всем было комфортно отдыхать, чтобы ничего не мешало, не раздражало. Мам, я люблю тебя. А я тебя люблю, дружочек. И на пятницу у меня остаются всегда такие дела, как пропылесосить, помыть пол и почистить сантехнику. Но все-таки бывает такое довольно часто, что что-то за неделю не успеваешь сделать, и в итоге все эти дела все равно переносятся на пятницу. И сегодня как раз покажу вам один из таких уборочных дней, когда на неделю у меня особо не было времени убираться, и много дел перешло на пятницу. Единственное, только сразу скажу, что смену постельного белья это я снимала в другой день, а все остальное это была пятница. Также надеюсь мотивировать вас на уборку. Ну и приятного вам просмотра! Меняю я постельное белье раз в неделю у нас и сразу же в кроватке у ребенка. И все это вместе я сразу отправляю в стиральную машину, то есть она у меня все сразу стирается, и после этого в сушильную машину. То есть в конце дня у меня постельное белье уже все постиранное и сухое. Единственное, глажу я обычно его не сразу. Я его аккуратненько складываю и кладу в ящичек, у меня специальный ящичек, где я храню неоглаженные вещи. И уже потом, когда у меня будет время и желание, я эти вещи глажу. Для меня просто самое главное, что они нигде не валяются и глаз не мозолит. Алиса, ты куда пошла? Ты с упадешь, аккуратно! Помощница помогает, маме белье постельное меняет, да? Так и живем. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ку-ку! Провидение! Ку-ку! Ку-ку! Ой! Какое страшное повидение! Палатка у меня! Палатка? Да. Здорово! Ну все, давай. Пока-пока. Пока. Решила я помыть домик, сделанный из лего. Он у нас получается стоит на полочке и пылится постоянно. Но поверхность у него неровная, поэтому просто так тряпочкой его не протрешь. Поэтому его нужно мыть. Сначала я постаралась сделать это максимально бережно, так, чтобы он не развалился. Но у меня это не получилось. В итоге мой его частями. И, кстати, хочу еще сказать, что лего, на мой взгляд, одна из самых удачных покупок в плане игрушек для ребенка, потому что и моторику развивает, и воображение, и очень долго интересно. У нас первый набор у Алисы, получается, появился в год. И сейчас ей 3,5 года, до сих пор она играет. Наборов у нас несколько. Постоянно она что-то строит из них, перестраивает, соединяет вместе. И, в общем-то, до сих пор ребенку игрушка интересна. Докупили мы, кстати, еще такую вот зеленую базу, пластину. Очень удобно сооружать какие-то большие конструкции на ней. Для любителей лего очень даже советую. Дальше у нас на очереди кухня. Быстренько сейчас разложу все вещи по местам, наведу порядочек. И хочу еще сегодня почистить чайник от накипи и помыть кофемашину. Духовку я мыла после 8 марта. В предыдущем видео показывала вам. Кто не видел, посмотрите обязательно мою эпопею с музеем духовки. Хочу сказать, кстати, огромное спасибо тем, кто оставлял свои комментарии, советы по тому, как можно очистить духовку. Я уверена, что с их помощью обязательно я ее до конца дочищу. Но думаю, что не сегодня, потому что боюсь, что просто закопаюсь с уборкой, если еще и духовку начну чистить. Я выделю на это какой-то отдельный день и займусь духовкой. Девочки, может быть, я какая-то неправильная, но я вот за полгода не чистила плиту ни разу. Не знаю, как-то даже не пригорает здесь ничего. Протер тряпочкой. И все. Вообще, не очень понимаю, девочки, смотрю, некоторые индукционные плиты чистят какими-то там, не знаю, такими серьезными химическими средствами. У меня... Я даже не знаю, что здесь чистить. Ну что? Что здесь чистить? Расскажите мне. Вот что здесь чистить? Девочки, сейчас почистим чайник изнутри. У нас очень жесткая вода. И несмотря на то, что фильтр установлен, все равно очень быстро известковый налет образуется в чайнике. Сейчас вам покажу. Ну, где-то, наверное, месяц... Может быть, полтора назад я чистила чайник, и сейчас там... И сейчас там уже залежи этого известняка. Сейчас покажу вам. Не думаю, что вам видно. Там вот этого... Вот этой извести очень много. Здесь разоручка. Конечно, сложно показать. Кипятим чайник. Чтобы почистить чайник, мне нужен кипяток, поэтому я поставила его кипятиться. Ну и пока он кипит, чтобы не терять время, начинаю чистить кофемашину. Для этого мне нужно просто вынуть нижний лоток, в котором скапливается отработанный жмых и вода, которая промывалась в систему, вся лишняя вода. Этот лоток всегда очень сильно грязнится, потому что после промывки системы вымывается, по сути, туда кофе и оседает на поверхности как раз этого лотка. Поэтому, ну, как минимум, раз в неделю его нужно промывать, иначе там может, мне кажется, зацвести просто все. О том, что лоток со жмыхом переполнен, сигнализирует машина сама. И еще так же мы делаем более глубокую очистку системы. Но это у меня занимается обычный муж где-то, наверное, раз в месяц у нас она проходит. Специальные таблетки продаются, вот ими он каким-то образом очищает. Я, если честно, сама ни разу не делала. Принцип, по сути, такой, что много раз через систему прогоняется вода с каким-то, видимо, химическим средством. Чайник вскипел. Заливаю сюда лимонной кислоты. Пакетик у меня 20 грамм, но он у меня здесь не полный даже пакетик. В принципе, грамм, не знаю, 10-15 у меня. Оставляем чайник минут на 10 и идем пока домывать кофеварку. Знаете, я уже не помню от кого слышала такую историю, что в каком-то офисе постоянно просто болели люди и не могли понять вообще с чем это связано очень долго и в итоге пришли к выводу о том, что причина в кофемашине. То есть, у него была кофемашина, которой они пользовались, но промывать ее никто никогда не удосуживался. Я имею в виду делать именно какую-то тщательную глубокую очистку. И в итоге она просто стала рассадником микробов и инфекции. То есть, этим делом, конечно, нельзя пренебрегать. Нужно постоянно проводить дезинфекцию. Чищу я кухонную мойку. Использую просто Pemalux. Чайник постоял у меня 10 минут. Воду теперь из него нужно слить. И далее я 2-3 раза еще заливаю в него чистую воду и кипячу. То есть, еще 2-3 раза меняю там водичку, чтобы остатки кислоты ушли и остатки налета также створились до конца. Вот примерно такой результат получается. Начинаю протирать фасады кухни. Они у меня в основном белые и глянцевые, но сказать, что как-то они сильно пачкаются я не могу. Протирать я их стараюсь как раз-таки раз в неделю. И делаю я это при помощи самого обычного средства для стекол и зеркал и специальной тряпочки для зеркальных поверхностей, поскольку фасад глянцевая. Делаю я это, в общем-то, можно сказать, что быстро, потому что протираю самые такие часто загрязняемые места, туда, где мы чаще всего руками дотрагиваемся или попадают какие-то брызги сильно высоко. Можете обратить внимание, я не лезу, потому что там особого смысла нет протирать каждую неделю. Показываю вам результат. все чистенько. Можно приступать к уборке в других помещениях. Далее начинаю протирать пыль по всем горизонтальным поверхностям. Делаю я это так же раз в неделю. Сочувствую обладателям темных поверхностей горизонтальных, потому что на старой квартире у нас были комоды из темного дерева, и я с ними так намучилась. Утром протираешь пыль, а вечером уже вот если просто пальцем провести, такое ощущение, что неделю ее не протирали. Настолько быстро видно пыль на темной поверхности. Ну, слава богу, квартиру мы продали вместе с мебелью, и в этот раз я сказала, что нет. Не дай боже, никогда в жизни. Только белое светлое, но что-то такое, где эту пыль так сильно видно не будет. комода протерла, протираю камин, и в принципе так вот по большому счету из горизонтальных поверхностей у меня можно сказать, что все. Я не приемлю категорически никакого открытого хранения, потому что для меня это все пылесборники. Конечно, зачастую это все выглядит красиво, но я понимаю, что я не буду каждый день носиться с тряпочкой протирать этого всего пыли, и в итоге просто красота превратится в накопитель пыли, ну либо просто мне придется вымыться, чтобы эту все пыль постоянно протирать, поэтому хранение стараюсь делать все закрытым, и декор у меня есть, конечно, но так вот в принципе можно сказать, что по минимуму его, так чтобы не уставать сильно, когда нужно протирать это все. Далее отмываю детское творчество с детского стола, что-то отмылось у меня просто с помощью воды и тряпочки, но к сожалению не все, поэтому взяла свой любимый Pimalux, и в общем-то Pimalux у меня все прекрасно отошло. Поливаю цветочки и протираю зеркала, сильно высоко кстати тоже не лезу, протираю просто там, где дотягиваюсь, там, где мы чаще всего руками дотрагиваемся и оставляем отпечатки. Затем начинаю пылесосить, использую такой беспроводной ручной пылесос, он у меня где-то примерно полгода, до этого у меня был обычный пылесос с проводом, конечно, в сравнении с пылесосом, у которого есть провод, такой намного удобнее, и вот я помню, что лишний раз тот мне даже не хотелось брать, потому что все эти провода разматывать, куда-то подключать, тащить, но на самом деле напряжно, с этим таких проблем нет, то есть где-то видишь какой-то сорт, можно сразу взять и пропылесосить, но у меня вот, не знаю, он быстро довольно разряжается, если на самом мощном режиме, мне кажется, даже 8 минут он не работает, этого и на комнату порой не хватает, то есть очень такой малый запас заряда, поэтому пылесошу я обычно на среднем по мощности режиме, и вот его как раз хватает мне на всю квартиру, единственное, только на ковер не хватает, его обычно отдельно приходится пылесосить, потому что ворс у него очень большой, и кроме как на самом мощном режиме его не пропылесосишь нормально, пылесос, кстати, ксиоми, сила всасывания неплохая, но у пылесоса с проводом от моей предыдущей модели было намного больше, в общем, я, конечно, о покупке не жалею, не знаю, может быть, надо было брать, конечно, Dyson, и я изначально как раз таки хотела Dyson, но когда муж увидел цену, сколько они стоят, сказал, что не может пылесос стоить, как крыло от Боинга, это всего лишь пылесос, ну, я, конечно, согласна, что у Dyson цена высоковата, и предложила ему найти мне что-то подобное, в общем-то, по отзывам и характеристикам он нашел мне вот такую вот модель, то есть, как я понимаю, по всем характеристикам, по мощности и по прочему, вот этот пылесос вроде как не уступает Dyson, но не могу сравнить, у меня Dyson все-таки не было. Дальше я начинаю мыть пол, использую я вот такую вот швабру, тоже меня спрашивали, нравится ли мне эта швабра, удобно ли ей пользоваться, ну, могу сказать так, что швабра удобная, хорошая, мне она нравится, но цена, конечно, высоковата, то есть, вот за эту швабру я отдала, по-моему, в районе 3000, и опять же, надо учитывать, что кссар к ней тоже не дешевая, например, купить еще одну тряпочку, или поменять тряпочку, извините, еще 800 рублей, ведерко к ней тоже в районе 800 тысяч рублей, я вот сейчас точно не помню, я приспособила свое ведро, у меня оно было, может быть, не совсем, конечно, в нем удобно эту швабру мыть, но, в принципе, я привыкла, мне нормально, для меня это лучше, чем еще 1000 рублей за какое-то ведро отдавать, и я могу сказать, что покупала я ее исключительно из механизма отжима, мы, когда делали ремонт, то приходилось очень часто мыть пол, каждый день, а то еще и не по одному разу в день все это строительную пыль вымывать, поэтому хорошая швабра с механизмом отжима для меня была просто спасением, но, вы знаете, я не учла такой момент, что когда моешь пол швабры, к ней же все равно прилипает какой-то ссор, не знаю, волосы, мусор, весь, его надо все равно со швабры снимать, и когда ты промываешь, он далеко не всегда со швабры уходит, то есть все равно приходится трогать руками, снимать этот мусор, я-то, конечно, надеялась, что мне этого делать не придется, но все равно с помощью такой швабры, мне кажется, быстрее получается мыть пол, чем когда нужно еще тряпку снимать, например, вымывать, отжимать отдельно, поэтому такое у меня немножечко противоречивое мнение относительно этой швабры, и под конец своей уборки приступаю к чистке сантехники, сначала чищу унитаз, потом ванну, и в самом конце раковина, унитаз я чищу доместосом, уже говорила, то, что доместос мне вообще не понравился, из-за того, что он желтый, он белый унитаз по сути делает желтым, и вот я им пользуюсь, никак не могу дотратить до конца, и это тот вариант, когда экономичное расходование становится вместо плюсом-минусом, если знать какое-то недорогое средство, которое не сильно бы пахло, и хорошо очищало унитаз, посоветуйте, пожалуйста, потому что, ну, мне больше всего нравится санокс, он, ну, дешевый, можно сказать, очищает отлично, но вонища такая отнюху, я решила попробовать доместос вместо санокса, и, ну, запах может быть немножечко более приятен, но очищает, мне кажется, хуже, повторять точно не буду, следующим возьму либо санокс, либо, вот если что-то хорошее мне посоветуйте, попробую ваш вариант, заранее вам спасибо большое за это, залила доместос, и убегаю из санузла минут на 20, чтобы не нюхать, тоже, затем возвращаюсь и домываю унитаз, дальше я мою ванну, она у нас акриловая, мою специальным средством уникум для акриловых поверхностей, но могу сказать, что обычно я ванну мою просто мылом, тряпочкой и мылом, вот этим вот средством уникума я мою где-то, наверное, раз в месяц, прохожусь, а так перед каждым купанием обязательно промываю ванну мылом, ну и немножко прохожусь тряпочкой по плитке, чтобы убрать следы от высохших капелек, плитка, кстати, у нас вот белая с небольшими серыми разводами и серая с разводами, да, под камень, ни на то, ни на другой особо никаких, в общем-то, капель, ничего такого не видно, только если хорошенечко приглядеться, и дальше мою раковину, решила пройти с тем же самым уникумом, которым мыла ванну, обычно я мою раковину пималюк, сама сегодня решила попробовать вот этим средством, посмотреть, как оно отмоет, ну, в принципе, эффект примерно такой же, как и от пималюкса. Дошла я сегодня до магазина продуктового, покажу вам, что купила быстренько, покажу я, кстати, в магазине два раза в неделю, то есть это у меня одна закупочка, и, ну, меньше обычно закупка, вторая в неделю бывает, в общем, показываю, молоко, блинчики, с творогом я уже показывала, наши любимые, по две пачки сейчас беру, ребенок просит постоянно эти блины теперь. Так, взяла такой вот сыр для салата, использую, не только для салата, кстати, можно какие-то, не знаю, если закуски делать, он такой соленый, приятный сыр, мне нравится, такой вот сыр тоже, обратите внимание, кстати, если кто-то увидит, сулугуни, умалат сулугуни, вкусный сыр, мне он нравится тем, что он в вакууме, можно положить в холодильник, и лежит он, ну, нормально, долго лежит, до апреля месяца у него срок годности, то есть, не обязательно сразу прям его быстро съедать, когда понадобится, тогда и скушаем. Еще хочу, кстати, обратить внимание, ваше, вот на такую штуку, карпаччо из мяса птицы, сыр копченая, это курица, я так понимаю, сыр копченая, по вкусу, на курицу не похоже вообще, то есть, по вкусу, это скорее рыба, красная, такая, соленая рыба, ну, прям реально очень похоже на рыбку, такой нежный вкус, нам очень понравилось, я взяла еще, будем кушать, я думаю, обратить внимание, не знаю, только единственная павловская курочка, это наш местный производитель, нижегородский, не знаю, есть ли он еще по России где-то продает для своей продукции, но если есть, то попробуйте. По стоимости получается где-то 54 рубля примерно за 100 грамм, вот такая сносная цена, ну, конечно, для курицы это дорого, но надо понимать, что это специальная обработка курица, то есть она копченая, какие-то там специи какие-то использованы, по технологии. Так, вот это вот сыр, крем сыр взяла, был по акции, за 100 примерно 50 рублей 400 грамм, мне кажется, очень такая выгодная цена, поэтому взяла, лежать может тоже долго, буду использовать, готовить что-то из рыбки красной, кстати, вкусно идет он к ней, ну, и вообще, при приготовлении буду использовать в золотые помидорки, коктейльные, они называются, не черри, а коктейльные, мне они нравятся, больше, чем черри, черри такие науколатые, эти покрупнее, такую мороженку, тоже наш местный производитель, очень вкусное мороженое, 35, по-моему, рублей за штучку, натуральное там сливочное масло, очень хороший состав, взяла последний был, все разобрали, все разобрали, взяла вот последнюю штучку, основа для пиццы, тесто, так, перчик красный, сладкий, по акции, взяла, агушу, ребенку, такие вот котлетки, я уже показывала вам, показывала, по-моему, из говядины, это вот из индейки, такие тоже, агуша, бананы, масло сливочное, по акции, люблю такой вот чай, очень мне нравится, ароматный, тоже был крак, ну, все из этого, наверное, было по акции, все, что я беру, практически все по акции, яблоки, грэни смит, есть похожие яблоки, зеленые, семеренка, но они мне, кстати, нравятся намного меньше, мне кажется, у грэни смит намного более, какой-то такой насыщенный, кисло-сладкий вкус, у семеренка, он такой более нейтральный, более пресный, я вот брала как-то, мне было моих, грэни смит, взяла семеренка, я прям фу, в общем, еле доели моих с ребенком, а эти яблоки, кстати, у меня иногда ребенок просит конфетку, мне даже удается уговорить ее на яблочко, говорю, давай яблочко дам, чищу дольками, кожуру очищаю, дольками нарезаю, она мне кушает, такой прям яркий, насыщенный вкус, мне в общем нравится нам, едем с ребенком на пару, бумажные полотенца взяла, такие вот наггетсы, я не знаю, мне кажется, я наггетсы последний раз покупала, года три назад, ну, может быть два, не покупаем практически никогда, сейчас решила взять, ну, я просто захотелось, такие вот чебапчича, из мраморной говядины, брала я не очень давно, жарила на сковородочке, очень мне понравилось, такой вкус тоже неплохой, состав, в принципе, тоже, так, курочку взяла, бедрышки, макароны разные, спиральки и рожки, тоже по акции эти производители были, поэтому я взяла именно их, лук зеленый, рукав для запекания, фольгу взяла, смотрите, взяла большую, получается, что она на всю ширину противня, то есть очень удобно, стандартный размер вот такой вот, решила взять по шее, и так, что еще, сметану, не знаю, я не говорила, я не говорила, сметану взяла, две штучки, сметану мою много кушаем, сырчик хочу сварить, сырочек взяла, моцареллу взяла, вот такой вот на пиццу, очень мне нравится, когда сыр тянется на пиццу, такой вкусный, неплохой, огурчики, три штучки, и салатик, и вроде бы все, так, по чеку получается, что 2463 рубля 64 копейки, 260 рублей, мне еще скидочку сделали, за что? Я думаю, чек, кстати, большой, 2600 нормально так я сходила, ну, в смысле, 2460, нормально обычно, больше выходит, девочки, хочу вам показать, что, кстати, купила вот такие пакеты, какие-то они, с завязочками, тряпишные, это для того, чтобы накладывать овощи, фрукты, вместо пластиковых, использовать вот такие пакеты, чтобы не плодить, да, пластик лишний на планете, конечно, и что вы думаете? Я уже где-то, наверное, месяц эти пакеты ношу у себя в сумке, и никак не могу достать, то есть мне прям, ну, как-то вот я в магазин прихожу, и неудобно их достать, чтобы взвесить продукты, что-то такое, вот комплексы какие-то, да? Знаете, меня вот сегодня осенило, я вот подумала, значит, на YouTube нам жизнь свою выкладывать удобно, а пакетами воспользоваться нормальными, да, не пластиками в магазине, это нам неудобно, ох, я постараюсь обязательно их все-таки достать и начать пользоваться, мне кажется, самое главное, самое сложное, это именно начать, если начнешь, то уже как-то будет полегать, скажите мне, кстати, вот пользуется кто-то таким пакетами или нет, какой на вас, не смотрит, как на сумасшедших? Не смотрит ли на вас, как на сумасшедших? Вечером ребенок пришел из садика, а домик-то разобран, в общем, расстроилась она у меня, пришлось тут же с ней садиться и собирать этот домик, обычно они занимаются этим с папой, а тут ждать не было никаких сил у нее, поэтому сели, вот и собирали домик вместе с ней, не обращайте, кстати, внимание, ребенок у меня сидит в шляпе, она у меня вообще любитель что-нибудь напялить на себя и ходить дома, но мне, в принципе, все равно, я считаю, что если ребенку удобно, пусть играет для нее это развлечение своего рода, может точно так же и шлем на себя напялить, и варежки, и ходить по дому, в общем, не обращайте внимания, такие вот мы немножечко со странностями, следующее мое видео будет про преображение спальни, задекорируем ее, покажу вам свои покупочки новые для декора и уюта, все, кто любит красивые интерьеры, не пропустите, уже скоро, ну и всем спасибо большое за просмотр, я очень надеюсь, что смогла мотивировать вас на уборку по дому, если понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, и до встречи в новых видео, буду очень ждать вас, пока-пока!